Фу-фу-фу, такая вот. А где розовый? Что такое? Не, да ну нафиг, я была уверена, что у меня хотя бы пару месяцев есть. Ай, красиво, ай, очень красиво. Помню, не пришей кому-то что-то, вот оно самое. Дорогие мои, всем привет, я очень рада вас видеть на моем YouTube-канале. Меня зовут Катерина Данко, и сегодня мы с вами начинаем тестировать косметику из посылки, а именно из золотого яблока. Если вдруг вы пропустили это видео, ссылочку я обязательно прикрепляю. Там у нас была распаковка, и там же были уже некоторые первые впечатления. Сегодня же будет полноценный обзор, потому что я потестировала косметику, и по каждому продукту сформировала свое мнение. Если же в вашей стране нет золотого яблока, то это не повод закрывать видео. Нет, потому что ряд продуктов я нашла на европейских, на швейцарских сайтах. И один продукт меня безумно порадовал. Я порадовалась тому, что я его могу купить здесь, на сайте Цаланда. Это все очень доступно, потому что этот продукт уже стал моим фаворитом. А вот что это был за продукт, я скажу попозже. Походу, дело буду просто прикреплять какие-то скрины, либо говорить про сайты, где можно это приобрести. Ну, конечно, не все, но какую-то часть можно найти. Так что оставайтесь со мной. И да, перед тем, как мы с вами начнем, загляните в описании под видео. Там есть ссылки на мои другие социальные сети. Там мы с вами напрямую общаемся, там больше жизни. Если случаются какие-то новинки, то там намного быстрее я об этом рассказываю, потому что просто более быстрый такой формат. И давайте будем приближаться и краситься. Я сегодня, как видите, совершенно не накрашенная, сразу брала волосы, чтобы можно было приступать к макияжу. У меня здесь есть тот самый известный гель для бровей Pussy и есть маркер для бровей от Vivienne Sabo. Начнем мы с геля для бровей. И я знаю, знаю, что мои подписчики, кто смотрит меня давненько, уже ждут ответа на вопрос, что лучше, мой любимый фаворит гель для бровей от Got2b или же все-таки Pussy. Но давайте сначала, наверное, сделаю брови, а потом уже дам ответ на этот вопрос, потому что уже не раз мне его задавали, в телеграм-канале писали, что же все-таки нам брать. И я получаю от вас на самом деле большое количество отзывов об этом геле. Это мой фаворит, про который я говорю, наверное, уже года два, я его обожаю. Но есть там некоторые вопросы. В общем, давайте сначала сделаем просто брови и потом уже будем обсуждать, какая в них разница. И первое, что я оценила у этого геля, это, конечно же, упаковка, дизайн, минималистичный, красивый бежевый цвет. Очень хорошо сделали, еще приятная такая, знаете, упаковка Soft Touch, но не это главное. Главное здесь у нас щеточка. Я очень много про нее слышала. Не всем она понравилась, не всем она подошла. Ну и понятно почему. Она очень маленькая, тоненькая, маленькие щетинки. Более того, она такая очень пластичная, подвижная. Если вы любите прям прилизывать бровки, либо же они у вас более такие густые, плотненькие волоски, то будет достаточно сложно, мне кажется, ей проработать. Но если у вас такие более мягкие волоски, то, я думаю, проблем никаких вам не составит даже как-то вот поставить бровки. У меня поначалу были сложности, было непривычно. Я, наверное, первые раза три смывала брови, потому что я не понимала, что происходит, как этим, что с этим делать. Но потом вроде как приловчилось. Ну и давайте просто будем оформлять. Я сначала зачесываю бровки просто вниз, добавляю на них гель, а потом уже наверх и начинаю их постепенно раскладывать в ту форму, которая мне нужна. Получается такой эффект ламинирования. При желании, конечно, можно и поспокойнее все это оформить, но и можно прямо хорошенечко пригладить. Брови стараюсь укладывать больше по естественному росту. Иногда могу, конечно, поставить, но в основном вот такой результат меня абсолютно устраивает. А вот второй бровь мы с вами уже оформим гелем для бровей от Got2B, чтобы вы увидели разницу или наоборот ее не увидели. Здесь у нас совершенно другая щеточка, кардинально она отличается. Она большая, она больше напоминает щеточку от туши. И когда я нашла этот гель для бровей, у меня были более густые брови, поэтому она меня прям спасла, потому что она прям захватывала все бровки. Было достаточно удобно, легко укладывать. И более того, у меня брови не самые такие, знаете, мягкие, достаточно жесткие, я бы сказала, волосок, поэтому не каждый гель их держит. И вот он хорошо с этим справлялся, так что сейчас мы с вами тоже их зачешем. Он ощущается более таким водянистым, не таким клейким, не таким тяжелым, как Пуси. Я не уверена, что будет сильно заметна разница, но уловить ее можно. Там, где у меня нанесен гель от Got2B, она такая более естественная, более такая взъерошенная, я бы сказала, но при этом структурная и уложенная как надо. А здесь она прям именно приглаженная, такая бровка, как эффект ламинирования. Я повторюсь, и все дело больше в щеточке, потому что вот эта щеточка, она прям такие сама просит, чтобы ты именно пригладила бровки. И они автоматом, как вот, знаете, так ровненько ложатся. Здесь другой эффект, другая щеточка, но при этом, повторюсь, они все равно зафиксированные, и они такие вот именно пушистенькие получаются. В этом вся разница. Но дело в том, что вот такой приглаженный эффект, эффект ламинирования, скажем, со мной сохраняется где-то на 2-3 часа. В конце дня они примерно одинаково выглядят. Ну, может быть, чуть-чуть эта бровка будет поспокойнее, но в принципе плюс-минус то же самое. И как бы я не ставила брови, если я хочу там их посильнее поднять, как-то посильнее прилезать, то все равно через 2-3 часа это чуть-чуть, но подспадает. Это всегда так, поэтому есть ли смысл переплачивать? Наверное, да, если вы ищете именно вот эффект ламинирования, тогда да, потому что с такой щеточкой это будет просто сложнее сделать, в силу того, что больше щетинки. Это понятно. Здесь щеточка касается прям кожи, и она прям выглаживает волосок волоску за счет того, что очень маленькое расстояние между щетиночек. Она сама очень маленькая, и она вот прям разглаживает. Но мне кажется, даже все-таки видно разницу, как вот здесь бровка лежит и как вот здесь. Здесь она более естественная, и такая прям фу-фу-фу такая вот. Чего показала? Фу-фу-фу. Пушистенькая, в общем, она такая. И теперь у нас маркер от Vivienne Sabo в 0.3 оценке. Я специально выбирала его. Он не темный, он не в цвет моих волос, а наоборот светлее, чтобы немножко бровки успокаивать. Мне понравилось то, что здесь именно кисточка. Это классно. Она очень сильно напоминает маркер от Influence. Где-то он у меня здесь есть. Так, вот здесь маркер у меня от Influence, и они правда очень сильно похожи. Именно по своей форме, по своей структуре. Мне Influence нравится безумно. Influence у меня тоже, кстати, в 0.3 оттенке, но он более такой холодненький. У Vivienne Sabo есть как будто бы легкая такая зеленца. Ну, прям вот чуть-чуть, как будто бы вот что-то такое более русое, я бы сказала. Мне нравится именно дозаполнять вот такие вот пустоты. Очень даже все симпатично смотрится. Уже так и не скажу, что я пользовалась двумя гелями для бровей. И да, у них разный эффект, но у них одинаково хорошая фиксация, поэтому здесь решать вам. Конечно, здесь вот 5 мл, это, ну, все-таки дороговато, я считаю. Здесь 16 мл, его хватает мне на год, даже на полтора. Поэтому я бы, наверное, не гналась за гелем для бровей Пусси, если вам не нужен эффект именно ламинирования, я бы сказала. То есть, если вы хотите просто укладывать как-то бровки, как-то вот в естественный вид, то этого вполне вам хватит на очень долго. Хорошая фиксация, он все еще остается моим фаворитом, но и Пусси мне тоже нравится, нравится по настроению. Ну, а теперь время тона. И сегодня у нас с вами их будет целых 2. Вообще, по ссылке было 3. Luxe Visage, Note и Chic. Но дело в том, что все 3 разного оттенка. Шик самый светлый. Я не знаю, чем я думала и куда смотрела, когда говорила сестре брать первый оттенок. Первый оттенок очень белый, очень светлый, поэтому мне приходится его как-то адаптировать. Нужно было бы брать хотя бы второй или даже третий, но, по-моему, там не было второго, там был 3,5. В общем, там было количество ограниченное. В общем, что есть, то есть. Я его смешиваю с тоном Note, потому что у них немного похожая консистенция. Я бы так сказала, и они не конфликтуют. Я знаю, что у бренда Note, это турецкий бренд, есть матовая версия, ее очень многие любят. Но я захотела взять что-то более легкое. Здесь, по крайней мере, нам обещают сияние увлажнений, SPF 15. В составе данного тона у нас есть масло макадамия, масло сладкого миндаля для всех типов кожи. И да, что вот еще интересное, чего я не знала, когда пользовалась этим тоном, что это то, что в составе есть у нас экстракт водорослей и витамина Е. Водоросли. Немножечко здесь остановимся. Совсем недавно я в своем телеграм-канале рассказывала, что после использования маски от бренда Ren, которая предназначена для чувствительной кожи, она должна была питать, успокаивать кожу, увлажнять, у меня случилась жуткая аллергическая реакция буквально сразу, моментально. Я нанесла эту маску на 5 минут, смываю и вижу, как меня начинает просто покрывать какими-то пятнами, прыщиками маленькими. Все это случилось. Я, конечно же, начала читать состав, смотреть, что же там такого интересного. Оказалось, состав просто огромный. Я все перевела, скидывала в свой телеграм-канал, чтобы вдруг вы тоже ознакомились с этим составом на случай, если у вас есть маска. И в телеграм-канале писали, что да, кому-то тоже попадалась она в адвенте, по-моему, от сих пор, если я не ошибаюсь. И дело в том, что оказалось, что в составе данной маски есть тоже водоросли, именно коричневые водоросли. Плюс у меня где-то там в том году, в начале лета, была реакция на сыворотку от Essence, где тоже были водоросли. Я как бы 2 плюс 2 сложила и подумала, что, наверное, ну вот это оно. Но есть большое но, потому что я эту маску уже пробовала, и не раз. Я ее, наверное, раза так 3 носила, это было где-то месяц назад, и не было никаких проблем. Было просто ощущение напитанности, чего-то такого мягенького, приятного на коже. Вообще никаких проблем не было. Я, конечно, понимаю, что аллергия имеет накопительный эффект, влияют разные факторы. И, возможно, даже не на эти водоросли была аллергия, потому что аллергия по-разному выражалась. В предыдущий раз от Essence у меня лицо начало гореть прям в процессе съемки видео. Вы все это видели, я начала покрываться пятнами. В этот раз это была другая реакция, но она как бы была. И пока, конечно, я не сдам какие-либо анализы, я не могу узнать точно. Но просто этим тоном я тоже уже, конечно же, пользовалась. Я его тестировала. И когда я нашла там водоросли, я была удивлена, что ничего не случилось, никакой реакции не было. Будет ли она сегодня? А вот как знать? А вот посмотрим. Так что давайте, наверное, сначала нанесем тон от Chic. И да, консилера сегодня, наверное, у нас не будет. Возможно, я свой возьму добавленный слинечок, потому что, да, у меня был в посылке и есть консилер от Holiki Holiki. Он просто тоже светленький. И как бы тон Chic, сама Наталья Chic использует в качестве консилера тоже. И я решила, что, наверное, лучше сделать так. А в следующем видео, где мы с вами будем тестировать уже тон от Luxe Visage, я добавлю консилер от Holiki. И, в общем, так получается, мне кажется, намного логичнее. Плюс он светлый, на все лицо я его не могу нанести, поэтому вот в эту зону, мне кажется, вполне себе будет неплохо смотреться. Ну, как будет такой легкий эффект лифтинга. Я уже сразу решила краситься, не показав вам тон от Chic. И вообще, что нам здесь обещают? Обещают нам здесь атласное покрытие, очень тонкое покрытие. То, что это будет высоко пигментированный продукт, который хорошо растягивается. В принципе, это и все. Кожа будет выглядеть более шелковистой и ухоженной. Здесь у нас, кстати, 20 мл. Почему? Почему здесь всего лишь 20 мл? Я очень была удивлена, когда я узнала это. Потому что стоит он небюджетно порядка полторы тысячи рублей, где-то около того. Ну, то есть, как бы не очень много. Но я знаю, что у него есть другая упаковка, такая вот баночка, и там нормальные 30 мл. Но, по-моему, тогда в золотом яблоке его не было. В общем, что имеем, то имеем. Давайте посмотрим на сводчик. И что меня удивило, когда я нанесла этот тон, во-первых, да, когда он начинает фиксироваться, он немного меняет оттенок. Такое бывает часто именно с матовыми тональными средствами. И здесь, да, натуральный финиш ближе к матовому. Я бы даже сказала, честно говоря, матовый, потому что он очень быстро начинает застывать. Здесь нет никакого сияния. Очень пигментированная текстура. Он, правда, очень хорошо тянется. Он очень пластичный. И у него такая прям липкая текстура, которая цепляется за вашу кожу. Если мы говорим про нот, здесь нам обещают сияние, увлажнение. Но, знаете, я бы не сказала, что здесь есть какое-то сияние. Его я тоже пару раз уже носила. И он абсолютно так же фиксируется, как тон шик. Если нанести его тонко, у него тоже хорошая такая пигментация. Он тоже неплохо растягивается. У него, правда, такой неприятный аромат. Ужасно какой-то такой, знаете, старый, парфюмированный, с таким прям отборным, таким, знаете, прям таким ядреным спиртом, я бы сказала. И сначала вы чувствуете спирт, потом какую-то вот эту вот отдушку неприятно. Поэтому, если вы к этому чувствительны, конечно, не стоит его пробовать. И он, когда начинает фиксироваться, он тоже на пол. Давайте я сделаю потемнее картинку. Я вот сейчас смотрю и понимаю, что слишком-слишком светло. Вот так, наверное, даже будет лучше видно. В любом случае, я свочи отдельно также буду снимать. Давайте даже еще темнее, чтобы вам макро вот так поближе показать. Он, когда начинает фиксироваться, то по границе видно, что он тоже немного начинает темнеть. Это нормальная история для тональных средств, которые именно с матовым финишем. Поэтому и шик я даже не могу назвать натуральным финишем, потому что он прям четко фиксируется в матовый. И когда ты его трогаешь, ты прям ощущаешь эту сухость. Ой, как сейчас темно стало. Давайте вот так вот на 50 вернемся нормально. Сейчас, конечно, все это выглядит маской инородно. Но при этом я же могу оценить, как выглядит кожа. И кожа, правда, выглядит очень хорошо. Даже как будто бы, знаете, поры такие немного заблюренные стали. Я очень хочу этот тон в своем оттенке, потому что мне невероятно нравится, как это выглядит. Кожа выглядит натуральной, естественной. Да, немного матовой, но это прям, знаете, такое вот в меру, такая матовость, которая вас не отвлекает от вашего лица. Я бы так сказала. И если что, шик можно купить на казахстанском сайте. Они доставляют по всему миру практически. По крайней мере, в Швейцарии, Германии точно есть. Я уже собирала себе заказ. Доставка стоит, по крайней мере, в Швейцарию 24 или 25 франков. Я так понимаю, на любую стоимость. Конечно же, по приходу посылки в Швейцарию, скорее всего, нужно будет платить налог. Потому что это как бы уже покупка, это коммерческая посылка. Не знаю, но, скорее всего, так будет. Я хочу точно попробовать. И есть, я читала такой момент, что вроде бы, если посылка до 100 франков, налог не нужно будет платить. Но я не знаю, каким посылкам это именно относится. Поэтому я в любом случае попробую сделать заказ до 100 франков. Ну, получается, 125 вместе с пересылкой. И посмотрим, нужно ли будет мне что-то платить. Если это действительно так работает, то лучше, наверное, как-то либо разбить заказ. Не знаю, в общем. Хочу попробовать в любом случае сделать заказ. Потому что у Шик есть те продукты, которые я очень хочу попробовать. И их просто не было на тот момент в золотом яблоке. Посмотрим. Может быть, получится. Если вдруг вы хотели тоже попробовать, но не находитесь, допустим, там, где продается Шик. Именно, там, не знаю, в России. То можно попробовать зайти на казахстанский сайт и заказать. Ну, теперь, конечно, всю эту маску нужно успокоить тоном от нот. И вот с ним, знаете, интересная история. Я почему смешивала его именно с тоном Шик. Он тоже такой, знаете, липкий. Он цепкий к коже. И я не видела там никакого абсолютного сияния. По мне, так, этот тон тоже с матовым таким фиксирующимся финишем. Но это такой матовый, который нужно обязательно фиксировать пудрой. То есть он выглядит, да, матово. Но на деле, когда вы трогаете лицо, вы понимаете, ну, что как бы, да, что-то чуть-чуть такое липкое. И я даже, знаете, ловила себя на мысли то, что когда я наношу этот тон, даю ему сердце, что первому, что второму. Но я забываю про пудру, потому что я не ощущаю потребности фиксации, так как два эти тона лежат незаметно на лице. Есть такой момент, но когда ты трогаешь лицо, ты понимаешь, что да, что-то не то, и надо бы, наверное, все-таки припудриться. Если мы говорим про тон нот, он тоже, в принципе, неплохо лежит на коже, симпатичный у обоих тонов. Средняя плотность покрытия, шик можно наслоить прям поплотнее, будет прям такая хорошая плотная перекрывающая маска. Можно очень тонко растянуть, что все будет очень естественно смотреться. Также и тон нот. Но тон нот как будто бы, блин, тон нот. Как будто бы, знаете, он, как вам сказать, чуть-чуть больше обозначает текстуру. Я бы вот так сказала, но в целом он выглядит красиво, я носила его пару раз, и меня, в принципе, эффект устраивал. Он никуда не провалился, не завалился. Единственное, что он также, как и шик, немного обозначает какие-то вот шелушинки. Там, где у меня заживали какие-то моменты, там вот тоже были они немного обозначены. Но, опять же, это понятно. Есть просто тона, которые с формулой такой вот матовый, атласный, вельветовый, как ее только не называют, они будут всегда немного подчеркивать, если кожу особенно плохо подготовить. Я еще добавила своего консилера от бренда Maybelline. Это Superstay Active Wear, пятнадцатый оттенок. Он, конечно, чуть-чуть потемнее, пожелтее, но мне кажется, этого сейчас незаметно. Я его нанесла только на синячок, чтобы чуть-чуть все-таки подперекрыть эту зону. Тона от шик не хватило, и они очень похожи по своему свойству. То есть он тоже самофиксирующийся, он такой матовый, но все это нужно фиксировать пудрой, хотя бы тонким слоем пройти, чтобы, ну вот, точно наверняка все было сухенькой. И это тот самый продукт-фаворит, который я искала и нашла на сайте Zalanda. На швейцарском точно есть, если есть на немецком, тоже поищу, посмотрю. Холика-холика. Я была очень рада, что она там продается. Еще в этот день, когда я ее нашла, она продавалась по акции за 12 франков. Я считаю, что это очень хорошо, очень выгодно. И эта пудра, которая, насколько я знаю, является аналогом и на Innisfree. Она подороже Innisfree. Но я считаю, что это потрясающая пудра, которая хорошо матирует, которая делает такую прям гладкую, выровненную, шелковистую кожу. Может быть, чуть-чуть выберет, но прям незаметно, прям в меру. Ничего не подсушивает, все суперкомфортно. Я ей пользуюсь теперь везде, на выходе, где-либо я не нахожусь. Если нужно подправить макияж, то я пользуюсь только этой пудрой. И начала снова пользоваться пуховкой, потому что она здесь есть. И это реально оказалось очень удобно. Нужно будет мне ее сейчас, конечно же, помыть. Но вот дома, когда я нахожусь, конечно же, я наношу ее кистью. Это просто такая вот прозрачная пудра, которая действительно убирает серум, которая фиксирует мягко, не сушит, ничего не подчеркивает. Потрясающе. Чтобы увидеть от нее эффект, наверное, все-таки стоит зайти в видео, как раз, где были первые впечатления, где была распаковка. Хотя, может быть, и сейчас будет видно, что она так немножечко подсглаживает рельеф. И кожа такая сухая, шелковистая. Так приятно вообще. Кстати, да, именно ее я брала с собой, когда ездила в базель гулять и снимать для вас влог. Да, кстати, у меня на канале вышел лог, это случается супер редко. Но вот прошедшее воскресенье он вышел, один день со мной, я показала свой город, в котором живу, немного места, где мы живем, также съездила в базель, погуляла по историческому центру, сходила в магазины, в Зару, в Монор, в Сифору, померила вещи, в общем, то, что я хотела померить. Вообще клево провела день, мне понравился процесс съемки, процесс монтажа. Конечно, это очень много времени всегда занимает, отдача у влогов всегда очень небольшая, потому что данный формат не свойственен моему каналу, и это было понятно. Я ждала, я знала, что будет небольшое количество просмотров, поэтому если вдруг вы его не видели по той или иной причине, ссылку тоже прикрепляю. Пожалуйста, посмотрите, оцените, напишите, как вам. И да, несмотря на то, что просмотров в первый день было немного, от вас я получила колоссальную поддержку, огромное количество комментариев, которые до сих пор приходят. Несмотря ни на что, я вижу ваш отклик, я вижу, что вам понравилось, и большое вам за это спасибо. Либо просто каждый комментарий, только комментарий благодарности и просьба снимать еще больше. И, ребята, я бы с радостью, я бы снимала, как только позволит нам эта погода. И, конечно, если вы будете смотреть, потому что очень много сил на него уходит, силы, времени, монтажа, хотя мне не нравится этот процесс, но это трудоемкий процесс. И очень жалко, обидно не видеть именно отдачу вот такую вот, знаете, в плане просмотров, потому что все-таки хочется, чтобы этот влог видели хотя бы свои подписчики. Я уже не говорю про каких-то новых приходящих, но вот хотя бы, чтобы вы его увидели. Но я, конечно, также понимаю, что это было выходной, воскресенье. У кого-то там, я не знаю, поездки, отдыхают люди, не все смотрят YouTube по выходным. Некоторые живут жизнь, это классно, живите жизнь, цитата. Так что, если вдруг пропустили, просто посмотрите, я буду вам за это очень-очень благодарна. У меня здесь скульптор от бренда Chic. Это такой вот контур, мне кажется, вообще легендарный продукт от Chic. Его очень многие любят, особенно визажисты, удобная форма, легко выдавливать на палитру. У меня это, если что, оттенок 0,2. Он мне отлично подошел, именно как скульптор. Он такой, я бы сказала, нейтральный, не холодный и не теплый, и это классно. Есть момент, что он очень пигментированный. Я всегда его стараюсь выдавливать именно на руку. Первый раз я его в первых впечатлениях, мне кажется, выдавила прям на лицо. Это была огромная ошибка, было сложно растушевать. Получается слишком много. Посмотрите, он такой вот прям шоколадный, очень приятной консистенции, который дает вам время себя подтушевать. Я буквально ставлю пару точек. Сначала тушу немного пальчиком, а потом уже спонжиком. Он очень пластичный, он хорошо тянется. Этого продукта, правда, хватит надолго. Здесь я даже, кстати, не знаю, какая громовка. Я потому что не особо переживала насчет громовки, из-за того, что я увидела, какая пигментация. 10 грамм, но это, в принципе, очень хорошо для контура, то есть его, правда, на очень долго хватит. Главное, не переборщить вот с этим выдавливанием. Все еще на руке ничего не застыло. То есть, да, у вас есть время спокойно нанести продукт, его растушевать, и все будет нормально. И вот такие интересные кремовые румяны сегодня от Influence Beauty. Это 01 оттенок, холодный такой розовый, с золотым блеском. Немного напоминает наш оргазм. Я про них слышала много неоднозначных отзывов. Вроде бы они могут как-то поменять цвет спустя какое-то время после вскрытия. Я открыла эти румяна вот совсем недавно. Ну, получается, недельки так, две назад максимум. Здесь написано, что годен до 09-23 года. Получается, вот до... До... Какой-то месяц. Октябрь, сентябрь. Сентябрь, наверное, все-таки, да? Наверное, ну, в общем, до осени годен этот продукт. Правда, не совсем понятно, это с момента вскрытия или с момента производства. В общем, они еще работают в любом случае. Я их не раз наносила, все красиво, мне очень понравился эффект. Давайте уже их тоже нанесем сразу, в принципе. Я сводчики отдельно сняла. О, где розовый оттенок? Это то, о чем мне говорили, да? Вот так это... Что такое? Две недели это всего прошло с момента вскрытия. Не-е-е, да ну нафиг! Я была уверена, что у меня хотя бы пару месяцев есть. Хотя бы месяцем попользоваться. Это что такое? Нет вообще никакого розового оттенка, представляете? Просто остался золотой блеск. Это просто сейчас кремовый хайлайтер. Нет, ну, я... Я читала про это, вы мне тоже про это говорили. И как бы я, в принципе, знала, что это случится. Я знала, что он как будто бы окислится. То есть вот с момента вскрытия что-то там происходит. Идет какая-то реакция. И через какое-то время он просто желтеет. С ним что-то происходит. Он просто теряет цвет. И у меня уже это произошло. Вы посмотрите, тут вообще нет никакого цвета. А был прям хороший такой розовенький. И я даже, мне кажется, сняла какой-то рилс. И там видно, что оттенок такой нормальный розовый. Если он у меня сохранился, если я ничего не удалил, я его поищу обязательно вставлю. Потому что там было хорошо видно, как он выглядит изначально. Но это, конечно, никуда не годится. Это ненормально. Это очень ненормально. Это суперстранно. Продукт не должен себя так вести. Тем более через две недели после вскрытия. Извините, это даже не месяц. Это даже не полгода. Да это в принципе ненормально. Есть еще такая палеточка от Influence. Я знаю, что ее очень многие любят. Я в прошлый раз сказала, в первых впечатлениях, что это два хайлайтера. Но нет, ребята, вот это вот оказалось, что это румяный. В принципе, да. Я когда наносила и подумала, что, блин, какой-то странный хайлайтер с сильной розовой подложкой. Голова я, да. В общем, да, это у нас хайлайтер румяный и два оттенка для скульптурирования. Поэтому сейчас нанесем эти румяна. Они сияющие. Сияющие. Но для начала мне это все нужно зафиксировать. Оттенок, знаете, тоже такой розоватый, светленький. Я бы сказала, такой холодный, светлый, розовый. Мне кажется, мне его тоже будет мало, потому что мне хочется прям добавить свежести. А здесь этот золотой блеск, не знаю, как-то вот посмотрим. Я помню, когда я его наносила, он такой очень сияющий, поэтому с хайлайтером здесь, наверное, хайлайтера здесь достаточно будет. Мне кажется, видно именно рефлекс, когда я голову поворачиваю. То есть вот так вот немного видно. Но мне как-то этого мало. Ну вот так, по-моему, немножечко побольше румянца. То есть я все равно добавила прям чуть-чуть от Шарлотты румяно-кремовый, оттенок Pink Pop. И немного добавила бронзера от L'Oreal. Ну вот, как бы чуть-чуть подвыровняла все. Ну и как я сказала, хайлайтера здесь достаточно. Но дело в том, что мне есть пару хайлайтеров из этой посылки. И первое, Beauty Bomb. Но, к сожалению, вот так вот разбился. Но пользоваться им все еще можно. Я просто аккуратно открываю. Очень приятный, симпатичный персиковый хайлайтер. Так что его мы сейчас с вами нанесем все равно. Достаточно приятно пахнет. И его я просто так набираю с крышечки. Он хорошо набирается на кисть. Зеркало. И сияет деликатно. Можно прям сделать бум, чтобы прям ярко-ярко сияло. Не подчеркивает как-то текстуру. Красиво. Очень, так знаете, лоснится на коже. Я прям слегка наношу. Вот видите, да. Сияние все-таки усилилось. Ну и перед макияжем глаз я предлагаю сделать сначала губы, чтобы посмотреть, как себя будет вести помада. И у меня здесь есть два карандаша. Vivienne Sabo. Это 101-й оттенок. Я покупала его очень давно сама. И Stellarie 07-й мне его прислала Гульнара. Мне кажется, этот оттенок был для меня светловат. Сейчас давайте как-нибудь вот покажу оттеночек. Хотя вот на руке выглядит очень даже так нюдово. И 101-й Vivienne Sabo. Он, слушайте, но не похож. Vivienne Sabo как будто бы более такой прям розовый. Ну давайте попробуем Stellarie, а потом уже Vivienne Sabo. Но я почему-то запомнила, что он мне был светловат как-то. Слушайте, а сейчас прям очень хорошо этот оттенок выглядит. Да, может быть, опять же, чуть-чуть светлова, но это прям супер такой мега-мега нюд. И, возможно, я была более загорелая, поэтому он мне показался светловат. Сейчас у нас с вами будет помада от Beauty Bomb. Я не помню, как эта коллекция называлась. Помню, что была коллаборация с Наталиной. И оттенок сам по себе, конечно же, темнее, но, но ладно. Но как-нибудь сейчас выкручусь. Просто равномерно нанесу, и получится, что у нас будет, естественно, такой контур. Это помада очень симпатичного такого шоколадного оттенка, либо такой, знаете, розовый шоколад, если есть такое вообще определение. Давайте посмотрим на сводчик. Здесь же я его сделаю сейчас. Они очень похожи, посмотрите, все по цвету. Ну и очевидно, конечно, что он темный пахнет. Невероятно вкусной шоколадкой. Упаковка, кстати, очень сильно напоминает упаковки помады от Huda. Сделали прям хорошо, приятный такой пластик. Жалко, что вот только наклейки не убираются. С трудом, по крайней мере. Ну и сначала, наверное, просто так вот прям с помадой нанесу, и потом просто подраспределю кисточкой сам продукт, чтобы поравномернее это было. Ай, красиво! Ай, очень красиво! Я хорошенечко все распределила кисточкой, и получается прям такой равномерный цвет. Есть намек на выделенный контур. Я прям очень довольна тем результатом, что сейчас у нас есть. И давайте уже оформим, подготовим века для нашей палетки. Оформлять я его буду, наверное, как раз в тоном отшит, потому что он светленький, на нем хорошо будут видны все оттенки. А палетка у нас от Divash. Вы очень многие просили меня показать эту палетку. Многие сомневаются, стоит ее брать или нет. Эта палетка вышла в двух цветах, насколько я знаю. Точно есть зеленая и вот такая лавандовая. Продается на эксклюзивном золотом яблоке. Что у нас с вами здесь есть? Здесь у нас 12 оттенков. Можно посмотреть описание, кстати. Мягкая лиловая бежевая гамма оттенков, с которой вы можете насладиться нежностью орхидеи и создать утонченный трендовый макияж. Я постараюсь. Надеюсь, у нас именно такой макияж и получится. Внутри у нас с вами есть зеркало. Я, наверное, буду ее держать кверх ногами, потому что иначе у вас будет зеркало сильно отражать, слепить. В общем-то, по оттенкам здесь у нас с вами 4 матовых. Все остальное сияшки, сияшки с разными формулами. Давайте быстренько с вами сразу заспочем матовые. Вообще, как бы здесь логика даже прослеживается. Есть вот такой вот коричневый, нейтральный, я бы сказала, оттеночек. Есть у нас что-то такое бежевое, чем можно растушевать. Ну, вот сейчас, конечно, так плохо видно, но в любом случае будут свочи отдельно засняты. Есть лавандовый матовый оттенок и бежевый оттенок. Бежевый, пудровый, как обычно. И по сияшкам. Что касается сияшек, здесь все поинтереснее, потому что здесь есть как сатины, так и что-то похожее на металлик, так и ближе к спарку. Я думаю, в принципе, сразу видно то, что ближе к спарку. Это вот этот оттеночек у нас такой лавандовый, темно-лавандовый, сиреневый. И вот такой вот просто бежевый. Они были изначально мраморные, сейчас все это немножко подсмешалось. Эти оттенки сыпятся, это видно сразу из-за того, что внутри есть такие вот белые вкрапления, такие белые хлопушки, которые, когда вы начинаете набирать, они немножечко так распадаются, поэтому обязательно два этих оттенка нужно наносить на какой-нибудь клей. Без клея все летит, все сыпется, и в принципе это даже видно по свочам, когда вы их набираете. И вот давайте посмотрим на два этих оттенка. Они, конечно, невероятно красиво сияют. Вот что? Как-то я не договорила, не выговорила. Невероятно красиво сияют, я хотела сказать, особенно если смотреть по искусственному, при солнечном свете. Очень красиво. Если мы говорим про вот этот оттеночек, у него есть такая, посмотрите, темная какая-то подложка. То, что похоже на металл, мне показалось, это вот такой вот оттеночек. Он здесь в уголочке находится. Просто лавандовая такая вот, тоже немного такой рыхленький, симпатичный. Он достаточно такой яркий, я его наносила как с клеем, так и без, и было тоже хорошо, было ярко. Также здесь у нас с вами есть, на самом деле оттенки сильно похожи на остальные, если мы возьмем там вот такой вот оттеночек. Вот это вот более синий, но тоже в принципе такой сиренево-лавандовый, то есть гамма понятна. Если вот так вот смотреть на сводчики, ну то есть они очень сильно между собой похожи, разницы большой нет. Но когда наносится на глаза, все-таки разница видна, потому что вот такой вот оттенок, как он там называется, да неважно как это называется, конечно, ногами сложно читать. Он такой больше лавандовый, этот больше такой голубоватый, поэтому эта разница видна. Вот этот оттеночек просто чуть больше сияет, он больше похож на металлики, вот этот больше похоже на сатины. И есть еще два такие нейтральные оттенка, бронзовый, бронзовый и такой, знаете, розовое золото, кварц он тут называется. Они просто нейтральные, нейтральные хорошие оттенки на каждый день. Можно делать базовый макияж, и это тоже такие сатинчики. Но вот они, кстати, очень-очень атласно, симпатично смотрятся. Сатины, знаете ли, тоже бывают разные. Есть сатины плохие, которые вообще как меловые выглядят. Есть сатины, которые красиво действительно переливаются, лоснятся. Такие, знаете, дорогие сатины. Есть сатины, которые даже чуть-чуть напоминают металл, ну то есть как-то вот они пытаются быть поярче. И вот здесь именно такая история. И сейчас что-то будем с этим делать. У меня, конечно, есть вопросы к матовому коричневому, потому что здесь не хватает именно оттенка для затемнения. С другой стороны, вероятно, эта палетка, опять же, задумывалась, да, как такие вот. Задумывалась как палетка, которая будет делать легкие лавандовые макияжи. И как бы понятно, вопросов нет. Но у меня самый огромный большой вопрос даже не к этому матовому, а к вот этому сияющему оттенку. Это вообще что? Это почему здесь находится? Что это здесь делает? Как мне вот это, как мне это вписать в макияж, вы меня извините? Вдруг у меня нет более темного матового, потому что это сияющий сатин, опасный сияющий серый сатин, холодный серый сатин. Вроде бы вот как бы красиво лоснится, но, но как его вписать в макияж, потому что здесь нет таких темных матовых. Вот этот матовый коричневый, который здесь есть, ну это просто оттенок скульптора на деле, то есть он не выглядит даже таким темным, как в палетке на глазах. Я не понимаю вот это вот зачем, лучше бы сделали вот такой вот один матовый, было бы потрясающе, замечательно, было бы идеально. Он все портит, все настроение палетки, вот лично я так считаю. Нанесла я тон от шика, теперь все это дело нужно зафиксировать, как раз у нас с вами здесь есть тот самый молочный оттенок, тоже занимает место. На самом деле вот здесь можно было бы сделать как раз тот самый темный матовый, чтобы вот можно было справиться с этим недоразумением как-то, потому что я все еще считаю, что он портит всю палетку. Но ладно, как оно есть. Думаю, будет многим интересно, как выглядит лавандовый оттенок. Набираю я его сейчас на пушистую кисточку. Обычно, если мы набираем что-то на пушистую кисточку, нанесение будет более легким, более мягким, не таким пигментированным. И если сейчас будет ярко, значит, в принципе, пигментация здесь хорошая. Я как бы уже наносила этот оттенок, я понимаю, что цвет будет, и лавандовый мне правда очень понравился, очень беспроблемный. Если его прям поплотнее нанести, будет прям очень такая, тоже неплохая, яркая лаванда. Оттенки сами по себе мягкие, такие силиконистые, и вот эта вот излишняя силиконистость, она иногда приводит к тому, что оттенки друг друга могут выметать при наслаивании. Поэтому будьте осторожны. На эту же кисть набираю немного бежевого оттенка, чуть-чуть это подтушевываю. Тот самый темно-коричневый, кстати, набирается очень хорошо, но лучше стряхнуть, чтобы не осыпалось. И сразу наношу в складку. Из-за того, что формула такая, знаете, она прям мягкая, силиконовая, все немножечко летит, и когда я наносила этот коричневый оттенок, конечно же, немножечко здесь вот видите, такая вот дымка осыпается. Благо это все легко убирается, но все же неприятно. И маленькой кисточкой постараюсь все это дело стушевать. Но на самом деле, ребята, это максимум, максимум глубины цвета. То есть вы не добьетесь какой-то вот прям очень темной пигментации, как это здесь, как это нам необходимо для этой, например, сияшки. К сожалению, с другой стороны, вот такие вот оттенки имеют место быть действительно в легких нежных макияжиках, где нужно просто обозначить складку. Это неплохо, это просто вот такая палетка, и это нужно понимать при покупке. Сделала еще вас чуть-чуть поближе, и сейчас будем наносить сияшки. Предлагаю сначала просто пальчиком что-нибудь попробовать нанести. И давайте, да давайте, наверное, просто вот чуть-чуть вот такого нейтрального пойдем. Просто пальчиком, без какого-либо клея все очень мягенько. Вот такой вот сатинчик. Вроде выглядит супер ярко. Наносим. Неплохо. Для сатинов это, правда, хорошо. Это видно, что лосница, это видно, что так, ну, такой хороший оттеночек. Поверх сейчас уже мы никакую сияшку не нанесем, потому что все, что здесь есть, оно будет осыпаться. Поэтому, конечно, мне понадобится клей, если я хочу что-то сделать поярче. Где мой клей? У меня это клей от NYX. Очень тонким слоем наношу на центр века. И сюда мы с вами уже нанесем, давайте, наверное, вот эту вот сияшку, которая немного нам напоминает металл. Потому что она прям поярче, и видно, что у нее даже как будто бы, ну, не как будто бы у нее другая формула. Она иначе выглядит. И сияет она ярче. Ее можно даже, в принципе, без клея наносить. Тоже будет ярко, но, конечно, не настолько, не так, как с клеем. Вот сюда можно попробовать нанести вот такой вот оттеночек, потому что здесь хочется немного перехода добавить, чтобы не было вот такой рубленной границы. Кстати, кистями эти оттенки тоже переносятся, но не так ярко, как пальчиком. Я люблю наносить сияшки пальцем, я пыталась себя переучить, как это делать с кистями, не знаю, просто мне так нравится. Я еще в каком-то смысле люблю ощущать формулу, потрогать, как ощущается рефил. Когда я наношу, я могу разровнять. Возможно, да, когда нужна какая-то более точечная работа, я уже здесь беру кисть, это понятно. Но если я хочу просто одну сияшку на все века нанести, то мне хватает одного пальца. В уголочек глаза, наверное, нанесу розовый кварц, хотя я переживаю, что он будет темноват для этого места. Ну, возможно, тогда придется донанести вот такую вот сияшку, если прям светлый будет. Ой, темный наоборот. Капельку добавляю клея и, наверное, посажу туда тот самый яркий спаркл, назовем. Его только, конечно же, на клей, потому что все будет благополучно осыпаться. Ну вот, вот так интересно. И я все еще сижу, думаю, я не знаю, куда вот этот оттенок нанести. Ребята, честно, я прям не хочу его наносить. Видите, я его пробовала просто ради теста вот в такой макияж наносить его там в складку что-то. Да не только в складку, просто на основное подвижное веко. Не знаю, либо его как основное, как основной оттенок на все веко нанести, его потушевать, и будет такое а-ля смоки. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем, а вдруг получится. Так, попробую просто пальчиком его нанести кистью, потому что все равно не будет так ярко, учитывая, что это сатин, и это не металл. Давайте просто вот прям пальчиком вот так вот, и потом буду тушевать, наслаивать, смотреть, как это будет все выглядеть. Может быть, сейчас что-то получится, я зря на него так ругаюсь, но определенно, по логике, здесь не хватает темного матового, и я об этом еще, наверное, не раз скажу. Так, ну а теперь уже набираю на кисти и буду кистью дорабатывать, потому что здесь у нас должна быть основная плотость цвета, и потом это все должно уходить в дымку. Немного подраспределила оттенок, и теперь буду все это оттушевывать. Пока что просто немного очистила маленькую пушистую кисточку и прохожусь по границам. Оттушевывается он в такую какую-то серость, я бы сказала, прям такой серый-серый оттенок. Границу, конечно, сложно тоже убрать. Добавим сейчас этот темный коричневый, он нам поможет немного смягчить эту границу, я надеюсь. Ну, беру вот такой бежевый оттенок, он нам поможет немного выйти в кожу. В принципе, ну и так все неплохо тушуется, ну то есть будет еще мягче переход. Так, ну я добавила сияшку до этого, которую уже добавляла в уголочек глаза. Чуть-чуть добавила оттенка сант на нижнее веко, и в принципе тем же самым коричневым прошлась тоже по нижнему веку. Больше ничего не сделала, просто тушевала, выравнивала. И сейчас я бы, наверное, да, хотела бы полностью завершить макияж, либо под музыку, либо просто потом уже финальный результат покажу, и сделать стрелки. Стрелки сегодня буду делать, где-то у меня здесь был маркер, 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 где? Кабаре премьер от Vivienne Sabo, маркер с фетровым кончиком. Не то, чтобы я люблю очень фетровый кончик, но он, в принципе, неплохой, хорошо рисует. Просто нужно немножко постараться. И да, давайте, наверное, вместе стрелку сделаем, чтобы вы хорошо видели, как он рисует. Нижний век я пока что не оформляла, но нам это с вами не помешает. Я ее немного приподнимаю, эту стрелку, не от самого низа я веду ступеньку. Так, надо мне по центру как-то сесть, как-то я уезжаю каждый раз из кадра. Учитывая, что это маркер, я уже достаточно долго им пользуюсь. Он пока еще не забился тенями, это хорошо, потому что у меня, к сожалению, такая проблема часто бывает. Фетровый кончик забивается, и потом очень плохо рисует по теням. Здесь такой проблемы пока что нет. Единственное, что бывает, немного такая рваная линия может получиться, если он чуть-чуть прям подсыхает. Но в целом цвет хороший, пигментация хорошая, линия матовая получается. На нижний век я уже также нанесла клей. Хочу добавить вот этой сияшки. Мне кажется, она неплохо будет здесь смотреться. Ну и доработала стрелку. В принципе, все это заняло у меня минутки так две. Не сложно, то есть если подводка не проблематичная, она и как бы дает вам возможность сделать какие-то элементы посложнее. Плюс все легко подправляется с помощью либо водички, либо какой-либо мицеллярки. Так, просто сажаю с помощью кисти аккуратно, приглаживающими такими движениями, чтобы ни о чем я там не разлетелась. Потому что набирается все же, знаете, вот такими прям хлопьями. Но я думаю, это видно такими пятнами, хлопьями. И это все может лететь. И сейчас я прокрашу реснички тушью. Тушь у меня от Шика с силиконовой щеточкой. Экстра объем нам здесь обещают. Вот такая вот обычная форма. Ничего особенного, нормальная. И что я хотела про нее сказать? В принципе, тушь-то хорошая, но на мой взгляд это не экстра объем. Это скорее такое, знаете, элегантное удлинение и разделение. Объема я там не нашла. Так, ну вот такой эффект получается. Я прям очень много, ребята, постаралась наслоить, чтобы действительно было видно эффект. И видно, что они такие вот разделенные, такие вот прям тоненькие. И вроде бы как появилось их как будто бы побольше. Но то есть это не экстра объем. Это не вот это вот все. Это вот, скорее всего, хорошие реснички на каждый день. Мне немного этого не хватает. Но в целом мне нравится, что она, по крайней мере, в течение дня себя ведет хорошо. И для меня как бы окей, нормальная рабочая тушь, если вам не нужен экстра объем, как здесь написано. Так, здесь я еще сделала стрелку и добавила вот такой лавандовый металлик на нижнее веко. По-моему, там прикольно смотрится. И сейчас хочу в слизистую нанести карандаш от бренда Influence. Это одиннадцатый оттенок. Я читала от вас в комментариях, что он не у всех хорошо держится. У меня он держится, я бы сказала, так, средне. Его надо обновлять. Это не что-то такое супер-мега-стойкое, но с ним слизистая выглядит немного светлей. Это такой приятный бежевый оттенок. Давайте я как-нибудь вот так сосвочу его. Приятный вот такой вот бежевый оттенок, который немного оживляет, я бы сказала, века. Немного делает его чище. Мне нравится такой эффект. И, в принципе, если я хочу такой эффект сохранять, то где-то через часа, наверное, два лично мне его нужно поправлять. Но это очень индивидуально. У нас у всех как бы слизистая по-разному себя ведет. У кого-то вообще никакие карандаши, даже самые стойкие, не держатся. Поэтому это вот что-то такое вот средненькое. То есть это не какая-то невероятная стойкость. Но сам по себе цвет хороший, и он дает именно нужный эффект такого свежего глазика. Мне прям нравится. Потому что если мы наносим чисто белый, он смотрится немного инородный, и он, ну, как бы, к месту только в определенных макияжах. А вот так вот освежить слизистую. Такой карандашик даже можно с собой брать, знаете, там, чтобы салфетку почистил, хоп, быстренько слизистую обновил. И все, у тебя глазки чистенькие. Мне это нравится. Я такое люблю, я им буду пользоваться и пользуюсь. Макияжи завершены. И вот этот, конечно, мне нравится меньше всего. Мне кажется, все-таки этот вот сатиновый темный. Ну, как-то вот неоднозначно я к нему отношусь. Правда, его можно адаптировать. То есть можно его там что-то как-то с ним сделать. Но а нужно ли? Нужно ли это в этой палетке? Я вот к этому веду. И он немножко начал пятнить. Я попыталась там убрать ту тушь, где я немножечко испачкала себе века. Ну, вот как бы появляются какие-то пятна. Не очень симпатично все это смотрится. Поэтому этот глаз получился более качественным. Хотя и не без вопросов. Давайте я сейчас сделаю третий макияж. Уже под музыку. И потом уже будем с вами обсуждать все, что мы здесь сегодня потестировали. Субтитры сделал DimaTorzok Третий макияж завершен. И уже по традиции он, конечно же, лучше двух предыдущих. По крайней мере, на мой взгляд, как на ваш, напишите в комментариях. Я иногда забываю сказать, что первые два макияжа это чисто тестовые макияжи, которые я пробую в простых каких-то понятных формах. Просто смотрю, как работает палетка. И если есть время, если есть у меня на это желание, я могу немножечко покреативить что-то. Но в основном эту часть я оставляю на третий макияж. И давайте уже обсудим все, что здесь сегодня мы с вами тестировали. Первыми у нас были продукты для бровей. Это гель и маркер. В принципе, про гель я все сказала. Здесь уже выбор за вами. Все-таки Got2B более выгодный. И эффект, в принципе, у них похожий. И от Got2B можно добиться такого же эффекта, если просто взять другую щеточку, на мой взгляд. Что касается двух тональных средств. Шик безумно понравился. Хороший, классный, тонкость. Что самое главное, такое тонкое, реально вуальное покрытие. Пигментированное, которое можно наслоить, которое красиво лежит на коже. Но для сухой кожи, я думаю, что не подойдет. Скорее всего, будет обозначать какие-то моменты. Либо есть какие-то пушковые, какой-то пушковый волос на лице. А он есть у нас у всех. Просто у кого-то более ярко выраженный. Тоже, скорее всего, может обозначить. Если вы пользуетесь этим тоном у пастухой кожи, пожалуйста, дайте знать, как вам нравится или нет. Я могу, конечно, ошибаться, но у меня такие представления о нем сложились. Потому что он мне чуть-чуть тоже обозначал именно вот такие вот сухие моменты. Но в целом я очень хочу попробовать другой оттенок. Потому что мне понравился эффект. И он такой прям липкий, знаете, прям хорошо прям садится на вашу кожу. И он очень долго держится. То же самое, в принципе, я могу сказать про Тон Нот. Он нифига не сияющий, честно. Про увлажнение тоже не могу сказать. Никакого особенного увлажнения я от него не почувствовала. Поэтому по мне так это просто тоже тон с натуральным финишем. Ближе к матовому, который застывает, который фиксируется, который такой липкий. У них, правда, очень похожая консистенция. Но он как будто бы чуть больше обозначает текстуру. Вот так. Шик лежит лучше. И плюс еще шик так сильно не пахнет. Тон Нот прям такой ядреной парфюмированной одушкой имеет. Спиртовую, которая явно не всем понравится. Так что обязательно смотрите в состав. Пока что меня не обсыпало. Помним про водоросли. Все хорошо пока что. Потрясающий контур, который подойдет, мне кажется, всем. Он нейтральный. Можно сделать прям поярче, поплотнее. Сделать прям очень темное что-то. Можно сделать супер нейтральное. Все легко тушуется. Но ни в коем случае не наносите сразу на лицо. Наносите на руку. И с руки уже набирайте любым удобным для вас инструментом. Потрясающе хорошие. Стойки тушуются. Вообще вопросов нет. Также у нас с вами была частично задействована эта палетка. Мне что-то как-то вот эти вот румяны не особо нравятся. Мне очень понравился контур из этой палетки. Хайлайтер, ну, спорный. Я пока его еще не распробовала. А вот румяна для меня прям, ну, наверное, хуже. Хуже. Худший продукт из всех четырех. Честно. Потому что я не вижу, чтобы они меня как-то освежали. Я вижу вот это вот излишнее золотое сияние, которое делает чуть-чуть лицо таким, ну, не то чтобы уставшим. Ну, в общем, чего-то я пока что вот не допойму. Я не вижу вот этой свежести и золотого сияния, чтобы это красиво гармонично работало. Не знаю. Нужно просто еще потестировать. Я не планировала сегодня эту палетку брать, поэтому. Также сегодня у нас с вами была тушь шик. А, ну, продукты для губ, точно. Продукты для губ. Помада потрясающая вообще. Вопросов нет. Это прям шик блеск. Красота. Все комфортно. Очень вкусненько. И да, полоска. А, полоска делает. Небольшую полоску она сделала. Для меня это, конечно, не критично. Это не страшные полоски от блесков. Но все же она ест, ест, ест. Ест она. Есть. Так что вы за этим обязательно следите. Но в целом мне понравилось. В плане эффекта цвета вопросов нет. Но полоска есть. Карандаш для глаз мне тоже нравится. По стойкости я вот сейчас сижу. Уже, наверное, часик с этим макияжем. И ничего никуда не уползло. У меня все хорошо держится. Но я понимаю, что реально со слизистой. Это, в принципе, как и совсем очень индивидуально. Я просто показываю свой опыт, как на мне это работает. Надеюсь, что на вас это сработает так же, если вдруг вы купите. Подводка хороша. Но я все еще борюсь с фетровым кончиком. Но посмотрите, как она четко рисует. То есть, это одна из самых хороших подводок с фетровым кончиком. Я бы вот так даже сказала. Я все-таки больше на стороне кисточек. Я знаю, что есть два лагеря. В каком вы? Фетровый кончик или кисточка? Делитесь. Но вот я, в принципе, ей готова пользоваться. И рука к ней периодически тянется. Дальше у нас с вами еще была тушь. А, про пудру чуть не забыла. Но это вообще-то фаворит-фаворитище. Это потрясающая пудра. Ребята, если есть возможность попробовать, вы искали какую-то хорошо фиксирующую, матирующую, мягкую, несушающую, прозрачную пудру, блюрящую, слегка, слегка блюрящую. То есть, чуть-чуть она такая подстирает рельеф. Вы ее нашли. Попробуйте, пожалуйста, обязательно попробуйте. Напишите, скажите, как мне. Как вам. Точнее, как вам она понравилась. Ну и тушь от Шик. Очень, ну вот, нейтральная. Она нижние реснички прям прикольные делает. А верхние они такие прямые, как будто бы. Я вот не вижу, чтобы она как-то делала вот этот завиток, потому что она его прям не держит, на мой взгляд. Я даже пробовала с керлером. То есть, я их как-то подвиваю, она не держит завиток. И для меня это главная проблема, потому что с ресницами, в принципе, у меня пока что проблем нет. Как бы, ну так бывали, но не жалуюсь. В общем, если взять правильный тушь, они прям такие большие, объемные вот так вот стоят, и это круто. А вот, ну, как бы так вот. Но зато она в течение дня себя хорошо ведет, чуть-чуть осыпается, но не критично, поэтому за это ей прям большой лайк. Если вам нравится вот такой естественный эффект, если у вас свои реснички подкручены, не знаю, либо вы делали ламинирование, тогда, вероятно, вам и не нужен этот эффект накладных ресниц. Не будет тогда точно никаких отпечатков, поэтому попробуйте. Ну и палетка для глаз. Я знаю, что да, многие просили сказать свое фи насчет этого, насчет этой палетки, и я могу сказать так. Я не помню, кстати, сколько она стоит, где у меня чек. Да ну серьезно, она стоила 1319 рублей со скидкой 1170 рублей. В евро, подождите, а в евро сколько это будет стоить? Я посмотрела по сегодняшнему курсу, это в пределах 14 евро. Ну, в принципе, в принципе, да нет, наверное, за 14... Ну, хотя, блин, очень спорно, потому что, в принципе, матовые неплохие, за исключением, наверное, вот этого коричневого, который слегка осыпается, но, опять же, им можно сделать легкое скультурирование века, то есть это вот такая пигментация, просто это нужно понимать. Здесь хорошие сатины, если вы любите сатины, здесь прикольные вот эти вот сияшки, но которые очень осыпаются, даже с клеем сложно нанести так, чтобы это не осыпалось, поэтому тоже, видите, какой спорный момент, как бы это красиво не сияло, можно сделать грязное. И в течение дня я тоже замечала, что эти сияшки, если там мало клея нанесли, ну, что-то как-то не подрасчитали, осыпется. И есть вот этот странный темный оттенок, ну, вообще, не пришей там коту кому что-то, как говорят. Не помню эту фразу. Помню, не пришей кому-то что-то, вот оно самое. И плюс молочный оттенок, который, ну, тоже, как бы, можно было бы без него обойтись, поэтому, наверное, все-таки дороговато, но если для вас нет, или если вы искали именно палетку с пусть даже сатинами, но хорошими сатинами, для того, чтобы делать, правда, легкие макияжи, слегка такие вот, может быть, даже пастельные, ну, вот то, что вот сейчас вы там не видите, и решать уже вам. Я ни в коем случае не буду сейчас говорить, да, точно покупайте, нет, не покупайте, вы все видели сами, видели легкие осыпания, в принципе, про все минусы, которые я заметила, я вам сказала, и дальше уже вы решаете сами, стоит ли вам брать эту палетку. Лучше, конечно, посвочить, понять, насколько все это сыпется, насколько это силиконовое, потому что я говорю силиконы, поэтому и так улетают, поэтому это так не цепляется, поэтому это так не наслаивается, но при этом лаванда красивая, розовый красивый, ну, вот как-то так. Надеюсь, что этот обзор был для вас полезен. Пишите в комментариях, что вы думаете про все эти продукты, а, конечно, еще чуть не забыла я вам сказать про этот самый хайлайтер, у Beauty Bomb, хотя я, в принципе, про него все сказала. Хороший хайлайтер, мне подчеркивает текстуру, красиво сияет, персиковая, все, сказала. Спасибо, что смотрели это видео до конца, подписывайтесь на мои социальные сети, и до новых скорых встреч, всем пока. Да. Спустя где-то так 5-6 часов после нанесения макияжа и одну тренировку в зале, прям там было очень душно, было очень потно, и что у нас осталось от макияжа? Да вообще очень много чего осталось, вы посмотрите, я прям супер довольна тем, как сохранился он, как вообще себя сегодня ведет косметика, и первое, что хочется отметить, это, конечно же, брови. Давайте поближе рассмотрим. Здесь у нас с вами был гель для бровей Пуси, здесь у нас с вами был тот самый год-то-би. Пуси, как я и говорила, он чуть-чуть, да не чуть-чуть, на самом деле, они были изначально как бы прям так привязаны, заложены, волосок к волоску, все было красивенько, аккуратненько, но в конце дня всегда вот такая вот история, мне кажется, я даже в первых впечатлениях говорила это уже, а здесь год-то-би, он изначально не был такой, знаете, патогеничный, такой, знаете, как ламинирование, такого эффекта не было, бровки были просто, естественно, уложены, но они такими остались, я не знаю, то есть я думаю, вы сами все видите, видите этот эффект, и здесь уже как бы решайте сами, то есть Пуси больше, наверное, подходит опять же для такого начального эффекта, чтобы сделать фото, то, чтобы вот это вот все красиво разложить, ну, а дальше как пойдет, дальше смотря какие у вас волосы. У меня это работает вот так, вы все видите, год-то-би Пуси, оценивайте, как это все работает. Я очень довольна тем, что мой гель меня, честно говоря, не подвел, правда, очень довольна. И что касается глаз, тени Диваж, мне кажется, все очень хорошо выглядит, ничего не скаталось, ничего практически не осыпалось. Повторюсь, я наносила клей, без клея бы осыпалась 100%, потому что все сыпется обязательно аккуратно, нужно все это распределять. Подводка. У меня тек пот, была мокрая, на улице дождь, в общем, ребята, полный комплект сегодня был. Все целенько, ничего не потекло, но я, правда, глаз и не чесала, то есть старалась, конечно, лицо не трогать по максимуму. Только эту щеку я трогала, и здесь видно, что маленечко подсошел контур, и здесь контур не сошел, потому что эту сторону я почему-то всегда меньше трогаю. Не знаю, как так получается. Про румяны. А, ну, румяна, кстати, у нас были шарлота, тоже, как видите, шарлота сохранилась. Хайлайтер тоже с нами, ну, либо это мой естественный жирок, тоже может быть. Что касается туши, посмотрите, обратите внимание на тушь. У меня, как я и говорила, то есть она иногда осыпается, но вот сегодня практически, ну, вот чуть-чуть тоже заметно, вот об этом я и говорила, то есть это минимальное осыпание. Практически, да не отпечатывается, то есть это вообще не в счет, потому что все мои объемные туши, которые дают эффект нахладных ресниц, они отпечатываются за счет количества продукта. Здесь все очень деликатно, очень такой, повторюсь, элегантный эффект получился, и именно по носке она, конечно, выигрывает. Мои объемные туши. Что касается слизистой, здесь у нас с вами был карандаш. Слизистая все еще выглядит такой, знаете, светленькой, то есть он карандаш немножко подсполз, но, несмотря на это, она как бы чистенькая. Обратите внимание, то есть она прям так нормально, она хорошо сохранилась, я очень довольна. Ну, про помаду я ничего говорить не буду, я кушала, у нас там был ужин, понятное дело, все съелось. Тон. Здесь у нас с вами был тон шик, здесь у нас был нот, и здесь тоже был нот. Ну, что здесь? Ну, блестит. Ну, ничего я не поправляла, но это как бы нормально. Я не могу сказать, что кожа как-то ужасно выглядит, что что-то куда-то провалилось. Нет, нормальная, живая кожа, все еще с покрытием, может быть, где-то там вот пятнами как-то подсошло. Тон нот себя все-таки похуже, чем шик ведет, то есть где вот нанесен шик, посмотрите, вот эта вот зона, она прям ровненькая. Мне прям это нравится, я прям довольна осталась. И нот, я, как и говорила изначально, он чуть-чуть больше подчеркивает текстуру, как будто бы вот так вот он лежит, похоже, но чуть похуже. Но в целом не ужасно, то есть я им тоже буду пользоваться, я вполне себе осталась довольна. Вот как-то так, вроде бы ничего не забыла. Если что-то забыла, задавайте вопросы в комментариях, на все отвечу. Но самое главное, да, гель для бровей. Тест, 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 получился, результат виден.